По данным областного избиркома, явка на выборах в Госдуму составила 45,61%, в ЗАГСОП 45,34%. Отметим, что политологи и социологи прогнозировали явку меньше – 35-40%. Однако, как сообщили члены участковых избирательных комиссий, в этом году оренбуржцы шли на участки волнообразно, порой даже образовывались очереди. Все-таки мы же должны думать о чем-то. Надо отметиться и свой голос поставить, что я вот тут за этого. Первый раз. Первый раз. Почему сегодня пришли? Гражданский долг выполнить. Как только выборы какие, так и приходим. Каждый из граждан Российской Федерации обязан пройти на выборы и поддержать тех избирателей, в кого они верят. Пришел выполнить свой гражданский долг. Всегда ли ходите на выборы? Да, всегда хожу. По трём одномандатным округам в Госдуму победили единороссы – Аникеев, Димов и Заварзин. Партия власти набрала порядка 39%, коммунисты – около 26%. В законодательном собрании 18 мандатов забрали представители «Единой России», 4 – кандидаты от КПРФ и 1 – от «Справедливой России за правду». Здесь партия «Единая Россия» набрала порядка 40%, КПРФ – около 30%. На вашем участке много желающих, которые доголосовали на дому? Ну, пока у нас проголосовал 60 человек, для нас это как бы тоже такая цифра стабильная, потому что у нас очень много частных домов. Это люди пожилые, люди имеющие инвалидность, ну и по состоянию здоровья обычно вызывают. Примечательно, что съемочной группе ЮТВ препятствовали в освещении выборов председателей и члены УИК номер 1075. Несмотря на аккредитацию от регионального избиркома и редакционные удостоверения, корреспондентам снимать не разрешили. Секундочку, секундочку. Вы понимаете, что вы сейчас препятствуете аккредитацию от избирательной комиссии? Я специально аккредитовывала, чтобы снимать весь вот этот участок. Вы, как подходите, извините. Из какого перехода? Отметим, что единый день голосования прошел в более спокойном режиме, чем выборы 17 и 18 сентября, когда политические партии и наблюдатели сообщали о десятках нарушений. По данным на 19 сентября за все дни голосования поступило 32 обращения. Часть из них направили избиратели. Мы стараемся очень оперативно реагировать, в том числе на те обращения, которые появляются в социальных сетях. Большая часть обращений не подтвердилась. На трех избирательных участках есть решение УИК о признании недельных. Действительными бюллетеней с выездного голосования. Даже нет, на двух избирательных участках, но на одном-два, так скажем, переносных ящика. В основном, конечно, это связано с нарушением составления реестра на это выездное голосование, что таким, по себе формальным поводом, но служит к принятию подобных решений, к сожалению. Не всегда. Почему? Побеждают одни и те же. Конечно. Куда деваться? Погрешность арифметическая всегда может быть, но я думаю, что все-таки все более-менее объективно достаточно. Я бы за открытое голосование была бы. Это намного было бы лучше. Потому что каждая дает голос за ту партию, за того человека, которому он доверяет. И все, я открыто об этом говорит. Удивляюсь. Почему? Честно. Ну, голосуем за одних, а получается все по-другому. Не совсем. Почему? Ну, практика такая. И просто иногда обладаешь информацией. Отметим, что выборы проходили не только в ЗАГСО по Госдуму, но и в органы самоуправления. Так, в Нежинском и Пригородном сельсоветах главами избрали единороссов. В Новоорском постсовете – самовыдвиженца. На выборах в органы местного самоуправления в регионе 67 мандатов забрала партия «Единая Россия», 7 КПРФ, по одному «Справедливой России за правду» и ЛДПР, а также 21 самовыдвиженец.